3,5 километра протяженность дороги в поселок Нижний Сокмарский. По словам местных жителей, они более 10 лет просили ее отремонтировать. Сейчас дорожное полотно реконструирует бригады из 15 человек. Ведутся работы на отрезке от Шарлыкского шоссе до железнодорожного переезда. Срок сдачи 1 сентября. Технологии в этом году будем использовать верхний слой, защитным будет считаться щебеночным масличным асфальтом, который по сроку службы долговечности где-то в полтора раза обычного асфальта Б1 держит. По сути дела, с 2010 года мы стремились отремонтировать дорогу Нижний Сокмарский, но это стало возможно только после появления федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». И в рамках федеральной программы плана 2018 года мы приступили к работам по ремонту данной дороги. Соответственно, предполагается укрепить плиты, которые являются основаниями данной дороги. Сейчас ведутся работы по устройству выравнивающего чернового слоя. И далее, в ближайшие две недели, будут проведены работы уже по основному полотну дороги. Помните, какая здесь дорога была? Яма на яме. Поэтому водители, в первую очередь, будут думать, что тут взлетная полоса и превышать скорость. Поэтому, в первую очередь, мы здесь поставим знаки ограничения скорости. Я думаю, до 40 это будет достаточно. Потому что здесь находится дачный массив. И вот мы сюда и выехали, и мы видели и дети там, и на остановках стоят люди. Поэтому поставим знаки ограничения скорости на этом участке. А далее будем смотреть, где более востребован будет пешеходный переход, чтобы оборудовать пешеходный переход, для того, чтобы дачники могли спокойно переходить проезжую часть. Естественно, с освещением, с его нанесением разметки установки дороги, что знают. Федеральная программа «Безопасные и качественные дороги» реализуется в Оренбурге с 2017 года. Общий объем финансирования составил более 1 миллиарда рублей. В этом году уже отремонтировали улицу Орлову, ведутся работы на улице Всесоюзной и Шоссейной. Также сегодня мы приступили к работам по улице Гагарина, демонтажа бортового камня. Мы прекрасно понимаем, протяженность очень большая. То есть до выхода из города мы в этом году планируем полностью уличную дорожную сеть привести в порядок. То есть это улица Гагарина, Чекалова. Полностью вся протяженность будет отремонтирована. Также работы ведутся на улице автоматика. Фрезерование, подготовка, выравнивающий слой – это то, что планируется на ближайшие полторы-две недели. В 2018 году планируется провести 110 километров автомобильных дорог в нормативное состояние, построить 4,5 километра новых автодорог и ликвидировать 20 аварийно опасных участков. На все это направят почти полтора миллиарда рублей. Программа рассчитана до 2025 года. Екатерина Роженко, городской телеканал ЮТВ.